МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Здесь мы, получается, помогаем приюту и делаем так, что у нас город становится чище. Раздельный сбор мусора. Первый опыт Азовчан оказался удачным. Все дети-сироты, состоящие на учете подопечных, достигшие возраста 14 лет, своевременно ставятся на жилищный учет, в Управлении образования города Азова. По достижении возраста 18 лет они подлежат обеспечению жильем. В 2019 году все дети-сироты Донского региона будут обеспечены жильем. Всего участвуют 9 команд юношей и 9 команд девушек. Кубковая система. Проигравший вылетел. Школьные и баскетбольные команды борются за Кубок освобождения Азова. Значительно снизить уровень загрязнения окружающей среды может применение раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Причем данная концепция начинает работать прежде всего снизу, то есть при участии в сортировке мусора частных лиц. В нашем городе пионерами раздельного сбора стали жители дома номер 30 по улице Московской. В декабре 2018 года собственники дома номер 30 по улице Московской приняли решение о применении раздельного сбора ТКО. По словам старшего по дому Андрея Овчинникова, теперь отходы, которые по сути являются вторичным сырьем, собираются по фракциям. Вот он пластик, вот уже макулатура, я не знаю сколько здесь еще добавляется. В принципе мы сортируем все. Вот это мешки уже полные, они готовые. Вот стекло, вот пластмасс бытовой, это бутылки уже, мешок полный, вот следующий набираем. Алюминиевая банка, дезики, вот это все алюминий, пакеты вот с под соков отдельно и жесть. Все это вот сортируем. Но пока вот так оно в тестовом режиме. В дальнейшем для каждого вида ТКО планируют приобрести контейнеры. Во дворе будет установлена только емкость для органических отходов. Применение современного метода заинтересовало жителей соседних домов. Да, самое интересное, уже с соседнего дома просится, можно мы будем приходить, вам все это сдавать. Представители общественной некоммерческой организации «Экоазов» забрали и отвезли на переработку макулатуру и пластик. Вырученные деньги жители дома решили направить на приобретение корма для животных приюта «Феникс». По словам директора «Экоазов» Владимира Калашникова, взаимодействие происходило в рамках проекта «Руку-другу». Раз в год школы, детские сады города сдают корм нам, а мы отвозим его в «Феникс». Мы решили рамки проекта раздвинуть, скажем так, и попросили граждан города подключиться к проекту в плане сдачи макулатуры и пластика. А на эти средства мы отдаем на переработку, и вырученные средства приобретаем корм для животных «Феникса». С помощью данной общественной организации направить скопившиеся отходы на переработку могут не только частные лица, но и различные учреждения. Кроме материальной выгоды, массовое применение раздельного сбора может внести значительный вклад в экологию города. На полигон будут вывозиться преимущественно органические отходы, поэтому и причин для возгораний станет гораздо меньше. По мнению Андрея Овчинникова, данный метод имеет и немаловажное социальное значение. Здесь мы, получается, помогаем приюту и делаем так, что у нас город становится чище, этот пластик не валяется. Если раньше было выражение, что мы оставим будущим поколениям, здесь уже возникает вопрос, а что мы оставим своим детям. Когда мы детей воспитываем, уроки экологии, все, главный для детей пример – это мы. Какой пример мы покажем, так наши дети дальше будут жить. Своё мнение по теме раздельного сбора ТКО азовчане могут высказать в общегородском опросе. Мы опрашиваем азовчан на улице, и также можно ответить на вопросы касательно тематики раздельного сбора, внедрения в группе ВКонтакте нашего движения. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. В России увеличат надбавку к пенсии при достижении 80 лет. Это гарантированная государством сумма, которая назначается в твёрдом размере и зависит от вида страховой пенсии. В 2019 году фиксированная выплата по старости была проиндексирована и составила 5334 рубля. В прошлом году долгожители получали 4982 рубля. Когда пенсионер достигает 80 лет, ему назначается фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости в двойном размере. Перерасчёт производится автоматически без подачи заявления. Право на данную выплату имеют получатели страховых пенсий по старости. Изменения не затрагивают лиц, получающих социальную пенсию и выплаты по потере кормильца. Также при достижении 80 лет пенсию не увеличивают инвалидам первой группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты независимо от возраста. По сообщению Управления информационной политики правительства Ростовской области, в 2019 году все дети-сироты Донского региона по достижению совершеннолетия будут обеспечены жильём. Войдут ли в это число сироты, проживающие на территории города Азова, выяснили наши корреспонденты. Все дети-сироты, состоящие на учёте подопечных, достигшие возраста 14 лет, своевременно ставятся на жилищный учёт в Управлении образования города Азова. По достижении возраста 18 лет они подлежат обеспечению жильём. При этом дети-сироты, которые получили социальный статус детей-сирот, оставшиеся без попечения родителей после 14 лет, также включаются в список на обеспечение жилью. В 2015 году мы предоставили более 75 сразу жилых помещений, в 2016 году 27 жилых помещений, в 2018 году у нас 27 тоже жилых помещений. И на 2019 год планируется закупка жилых помещений для 20 детей-сирот, включённых в договор на финансирование. Обеспечение жильём, которое будет осуществлять Министерство строительства и территориального развития Ростовской области. Мы вернёмся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Продолжение, от которого невозможно отказаться. Для тех, кто мечтает о европейском комфорте загородной жизни, коттеджный посёлок закрытого типа «Петровский парк». В живописном уголке, в окружении хвойного и лиственного леса. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Продажи открыты. Звоните 8 800 201 20 02. Коттеджный посёлок «Петровский парк». Успеи на акцию. Жилой комплекс «Новый Азов». 279 89 89. Сегодня во всём мире отмечается День почерка, который учреждён с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём, а также о неповторимости почерка каждого человека. Тренировать правильное написание букв мы начинаем в начальных классах школы. О том, как сегодня проходит обучение детей чистописанию и необходимы ли подобные занятия, наш следующий сюжет. Сегодня в школах разработана система обучения детей каллиграфически верному письму. Чистописанию уделяется большая часть учебного времени. По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы номер 13 Елены Сечиных, развивать почерк детям помогают на протяжении всего периода обучения в начальной школе. В первом классе в период обучения грамоте этому уделяется очень много времени, поскольку мы только учимся правильно писать. Это является основной работой детей на уроках письма. Но когда мы переходим к изучению русского языка, каллиграфические минутки остаются очень важным моментом по-прежнему. Существует система работы над каллиграфией в начальной школе во вторых, третьих и четвертых классах. Каждый урок начинается с повторения написания правильных элементов, букв, соединений, каких-то отдельных коротких или длинных слов. Но работа по совершенствованию письма продолжается ежедневно на протяжении всей начальной школы. Знакомство с буквами традиционно начинается с прописей. Палочки, петельки, крючочки. Дети старательно выводят каждый элемент буквы. Значительное внимание педагоги уделяют также правильной посадке учеников за партами и расположению тетрадей. Минутки чистописания, во-первых, дают возможность ребенку настроиться на работу на уроке, а во-вторых, они, выполняя элементарные отработанные навыки каллиграфического письма, потом плавно переходят уже к грамотному, правильному письму. Освоить чистописание детям не всегда легко. Чтобы процесс обучения проходил успешнее, уже в раннем возрасте необходимо развивать мелкую моторику рук. Дети поступают с разной подготовкой в нашу школу. Конечно же, мы испытываем некоторые сложности при написании букв, потому что моторика руки у ребенка еще развита слабо, поэтому наша программа «Планета знаний» рассчитана на это. И прописи, которые существуют у нас уже у первоклассников, они дают возможность ребенку получать оптимально правильные навыки для формирования правильного и каллиграфически грамотного письма. Регулярные тренировки каллиграфически верного написания букв полезны не только детям, но и взрослым. Такая практика позволяет сделать почерк аккуратным и разборчивым. Ксения Никифоряк, Александр Истомин, Азов.Инфо С 21 по 25 января в городском дворце культуры проходят соревнования по баскетболу среди общеобразовательных школ города на Кубок освобождения города Азова от немецко-фашистских захватчиков. Подробности у наших корреспондентов. На протяжении пяти дней ученики седьмых-восьмых классов общеобразовательных школ города и лицея принимают участие в соревнованиях по баскетболу. Стоит учесть, что в этом году, согласно положению, произошли изменения в правилах игры. Если раньше команды играли по пять человек, то в этом году три на три. Всего участвуют девять команд юношей и девять команд девушек. Кубковая система. Проигравший вылетел. Ежегодно мы проводим данное соревнование. Просто раньше мы проводили в трех возрастных группах. Среди старших, среди средних детей и еще среди малышей. Год назад мы отказались. Не мы отказались, а сложилась такая ситуация. И пришлось отказаться от проведения среди малышей. Но мы там проводим соревнования «Веселые старты». Подобного рода соревнования направлены на патриотическое воспитание молодежи. И что немаловажно, тренеры спортивной школы регулярно проводят турниры, посвященные памятным датам. Победители будут представлять наш город на областных соревнованиях в феврале месяце. На Спартакеаде учащихся нашей области. Мы в декабре месяце проводили соревнования по баскетболу среди старших школьников. Это учащиеся 9-11 классов. Вот они сейчас победители. Стали у нас команда юношей школы номер 1 и девушек школы номер 9. Они в феврале месяц едут на зональные соревнования по баскетболу. Победители соревнований определятся 25 января, где им вручат медали и грамоты. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Напоминаю, в четверг, 24 января, после окончания выпуска новостей, состоится прямой эфир новой программы «Дебаты». Гости студии – глава города Евгений Карасев и депутат Азовской городской думы Игорь Симаков. Тема – внесение изменений в устав города Азова. Вопросы можно задавать во время прямого эфира по телефону 61554, а также по скайпу «Азов Пульс». Подробности далее. То обстоятельство, что в Азовской городской думе разгорелась дискуссия, вдохновило нас на новое деяние. И мы решили, не давая дискуссии остыть, провести дебаты между сторонниками одной позиции и другой. Мы будем вести диалог и со зрителями с помощью скайпа. Пробуем делать наше телевидение интерактивным, с участием телезрителей, с участием интернет-аудитории. Короче, выходим и в интернет тоже. Итак, четверг, 19.15. Дебаты по вопросу об изменениях в уставе города. Ждем вас всех. Участвуйте в программе. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Голос минувшего». Звоните и сообщайте нам интересную информацию. Будем делать новости вместе. Подписывайтесь на нас в инстаграме «Пульс» нижнее подчеркивание «Азова», а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok